Аллилуйя! Слава нашему Господу! Благодарение Богу за еще одну возможность! Рад вас всех приветствовать, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Любовью нашего Господа Иисуса Христа пожелать вам всего самого наилучшего, пожелать вам благословений, хорошего настроения и крепкого здоровья. Я хотел бы, прежде чем мы начнем наше изучение Священного Писания, хотел бы с вами помолиться и попросить благословения у Господа. Давайте склоним наши головы. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе. Мы благодарны за милость, за любовь, благодарим за еще одну возможность еще раз Господь говорить о Твоем Слове, размышлять. Благослови наш Господь размышления, благослови Господь. Я прошу Тебя, наполни наши сердца. Пусть наши сердца будут открыты во имя Иисуса и да будет имя Твое прославленное и благословенное. За все благодарим Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу! Хорошо. Сегодня мы продолжаем изучение Священного Писания. Сегодня наша тема будет называться так. Христианин должен стремиться к единству в Церкви. Вот так. Должен стремиться к единству в Церкви. На самом деле это, наверное, очень самая сложная тема в плане того, что это требует коллективного единства. Не просто единства среди двух людей, а коллективного единства. Поэтому, когда мы говорим о вере, как бы, да, немножко понятно, да, о грехе тоже понятно, допустим. Но когда мы говорим о единстве, да, немножко возникают сложности. Почему? Потому что все мы люди, все мы человеки. Все мы очень разные, да, с разным воспитанием и разной даже культурой часто. И поэтому прийти к единству в Церкви – это очень-очень важно. И Библия говорит нам, что Христос сам говорил, что «Да будут едины, как мы с тобой, Единый Отец». Да, да будут едины. Потому что единство – это очень важная составляющая Церкви, с помощью которого можно одерживать победу, с помощью которого можно двигаться вперед, строить Царство Божье. Потому что если не будет единства, мы как лебедь, рак и щука. Каждый тянет в свою сторону, и ничего хорошего не происходит. Знаете, я много раз видел, как в Церкви происходят раздоры, раздоры, споры по разным вопросам, по разным причинам. Справедливо и несправедливо, короче говоря, но одним словом – нет единства и нет ничего. Знаете, каждый тянет на себя, каждый пытается выглядеть правым, другого сделать неправым. И вот как важно нам через Слово Божье обрести вот это единство, обрести. Потому что, знаете, есть очень много факторов, которые, ну, как бы, должны способствовать этому. Потому что, ну, без любви к ближнему, например, да, ну, невозможно созидать единство. Ну, как созидать единство, если, например, нет любви к ближнему, допустим. И вот это тоже проблема, которая тоже существует во многих церквах, допустим, у многих людей, когда люди, они думают, что, как бы, ну, ближний – это тот, кто живет в моем доме, да. Ближний – это тот, на ком я женат, да. Ближний – это тот, кто является моими детьми, да. Ну, на самом деле, это далеко не так. Ближний – это тот, кто находится рядом с тобой. Знаете, притча о добром самаряне, да, ближний вообще был человек, которого добрый самаряне никогда не видел и не знал. И он оказался ему ближний, да. То есть, знаете, все люди, они родственники между собой. Поэтому мы происходим от одной матери, от одного отца. Поэтому все мы так или иначе являемся родственниками. Поэтому во Христе, во Христе Бог условил нас и удочерил. Поэтому во Христе мы все братья и сестры. Мы же так называемся. Поэтому очень важно брать в расчет слова Христа. Помните, когда Христос проповедовал, и толпа народа толпила его, и кто-то выкрикнул из толпы и сказал, что учитель, учитель, вот матери и братья твои идут, да. Как бы, ну, заботься о них. Что бы сделали вы, если бы вы, например, находились в таком состоянии, когда народ толпит вас, огромное количество людей, и вы находитесь в эпицентре, вот в центре этого, этой толпы. И как бы от вас что-то зависит, и вдруг появилась ваша мать и ваши братья, родные, по крови. А что бы вы сделали? Я думаю, что, наверное, каждый из нас сказал бы, дайте дорогу, пусть они пройдут, да. Ну, с одной стороны, как будто бы это логично, да. Но с другой стороны, Христос через этот пример показывает духовное родство. И Он говорит, когда сказали, учитель, учитель, вот матери и братья твои пришли, да, Он говорит, указав пальцем, Он сказал, кто братья мои и матерь моя? Суть те, кто слушает и исполняет слово. И тем самым Христос, как бы, оно положил такое основание, основание, да, что кто матерь моя и братья мои? Суть те, кто слушает слово и исполняет его. То есть суть те, кто духовно привязаны к Богу. Понимаете? И это очень важно понимать. Поэтому ближний наш, это тот, кто находится с тобой в церкви рядом, да, человек, которого, может быть, ты второй, третий раз видишь в жизни. Он твой ближний, да. Поэтому созидать единство, да, созидать единство, это значит стремиться к нему. Это значит делать все необходимое от тебя, зависящее, чтобы, как бы, не дать соблазна, не соблазнить ближнего, да, а приобрести ближнего. И Библия говорит, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, да. То есть все делайте для того, чтобы приобретать друзей. Хорошо, я хотел бы прочитать первое место Священного Писания, от которого мы отколкнемся. Первое послание к Орифинам. Таких мест очень много здесь у меня, да, ну вот. Первое послание к Орифинам, первая глава. Десятый стих. О чем здесь говорится? «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Да. «Ибо от домашних лойных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас, говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил ли я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И вот такое послание апостол Павел пишет и говорит о том, что от домашних лойных мне сделалось известно, что между вами есть разделение. Откуда пришло это разделение? Конечно же, разделение – это человеческий фактор. Человеческий фактор, и в этом не участвовал Божий Дух. Это чисто человеческий фактор. И мы здесь видим, на каком основании происходило разделение. «Я Павлов, а я Кифин, а я Христов». И вот многие разделились. По всей видимости, у них были какие-то люди, которых они боготворили. А многие говорили, что «я вообще Христов, может быть, вообще им не нужны были проповедники никакие». И знаете, это похоже на наше время сегодня. И вот это говорит о плотском состоянии. Потому что Павел пишет, в другом послании говорит, что «если между вами споры, не плотские ли вы?» То есть это плотское состояние человека, когда человек пытается что сделать? Поступать по плоти. Другими словами, вот как он понял, так он и понимает. Он не хочет идти на примирение, он не хочет идти на объединение, не хочет идти на то, чтобы договориться. А эти люди постоянно вносят вот такой раздор. И вот в Каринфе получилась такая вещь. Что отсутствовало там? Отсутствовало братолюбие, отсутствовало уважение, отсутствовала любовь. Понимаете? Поэтому, когда мы эти составляющие убираем, то получается, каждый диктует свое. Эгоизм. Мое, мне, я. И поэтому, как бы, вот произошла такая интересная вещь. Еще одно место, где апостол Павел пишет, это тоже первое послание к Каринфинам, только 11 глава. Давайте мы посмотрим это место. 11 глава. О чем здесь говорится? В 11 главе, в 18 стихе, смотрите, что пишется. Здесь пишется о вечере, да? Это, давайте, 17 стиха. «Но я предлагаю это, не хвалю вас, чтобы вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Представляете? «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Да, надлежит. «Далее вы собираетесь так, что не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисусу ночь, который предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, иди, если я с тела мое за вас ломил, и если я творите мое воспоминание». Такой интересный текст апостол Павел пишет. Что произошло? Произошло такое тоже раздоры, ссоры, даже до разделения дела доходило. Почему? А что стало причиной? Причиной стало неправильное понимание священного Писания. Причиной стало вечеря. Мы собираемся все на вечерю. И здесь написано, что они тоже собирались на вечерю, но это не значит вкушать вечерю, как они это поняли. То есть они делали там целый банкет и устраивали. И вот я выписал такую вещь. Богослужения в церкви проводились таким образом, что это не воздавало славу Богу. Представляете? «Разделения происходили не из-за учения, во всяком случае в то время, а из-за социалистических различий, уклонения от слова Божьего. Преуспевающие среди них говорили о себе, что они искусные». Знакомо нам, правда такое? То есть люди похвалялись, были там среди них искусные такие, преуспевающие люди, которые знали, может быть, хорошо, в Священное Писание, и они этим кичились, они этим как бы превозносились пред другими людьми, они ставили себя как бы во главу, они считали, что вот они чего-то достигли, и Бог по-особому относится к этим людям. Понимаете? И через это пришло такое разделение, представляете? Пришло такое... Многие люди, они просто-напросто как бы не поняли, не знали, как себя вести. Представляете? Вы представляете, вы приходите в церковь, и вдруг в церкви замечаете, что церковь поделена на искусственных таких, грамотных, которые все знают, все могут, и тех людей, которые такие, ну, скромные, предположим, не хотят лишнего говорить, они по характеру такие. И вот получилось, что такое разделение произошло вот так в Коринфе. И что произошло? Они уклонились от Слова Божьего. То есть, среди них нашлись такие люди, которые слишком много о себе возомнили. Собрание верующих, возможно, они сами называли себя так собранием, но манера их проведения была таковой, что Дух Святой вечерей их не считал. Некоторые приносили чрезмерное количество пищи, а некоторые были рабами и ничего не могли принести. Самые бедные испытывали чувство стыда, потому что у них нечего было по сравнению с такими изобилием, из которого им предлагались либо крохи, либо вообще ничего. Смотрите, да, собрание, которое там происходило, да, так называемое вечерие, да, что происходило? Сносились туда, приносили пищи туда разные такой, да, и у кого было, кто был позажиточнее, побогаче, приносил там все, а были там же и рабы, были люди, которые, например, да, у которых не было ничего. Представляете, вот они приходили, вот они поделились как бы, да, вот такое, социально поделились, представляете, вот. И одни имущие, другие вообще не имущие, вот это имущие с неимущими вообще не дружили, представляете. И когда они садились за стол, вот у этих было все как бы рядом, да, изобилие, а у этих бедных, нищих вообще не было ничего, представляете. Но они ничего не принесли. Представляете, вот такое получилось, такое вроде бы, как будто бы Бог нас приводил, хочет привести к единству, но получилось такое вот, как бы, ну, неравноправие, представляете, что вот именно вот это, как говорится, еда, она что сделала? Она разделила. Разделила верующих людей на бедных и имущих, на тех, у кого есть, на тех, у кого нету. И это было на самом деле опасной вещью, потому что церковь – это место любви, взаимопонимания. В церкви вот эти грани должны стереться, богатые, бедные, имущие, неимущие. И этих грани не должно быть, потому что в церкви мы все равны. В церкви мы все братья и сестры, да, поэтому вот этих границ не должно быть. И Христос, как бы, показывает, Он пытается показать нам, что вот этих границ не должно быть в церкви. Мы должны быть в церкви, да, а единым организмом, единым целом, да. Поэтому, если мы любим Иисуса Христа, и в нас есть Божья любовь, то мы должны понимать, что мы должны любить ближнего, потому что ближний – это дитя Божье. Понимаете? Когда мы причиняем боль ближнему, мы причиняем боль самому Господу. Вот в чем дело. Поэтому все, что мы должны сделать, это создать такую атмосферу, такие, как бы, ну, отношения, чтобы людям было приятно, чтобы люди не чувствовали свою какую-то, знаете, ну, бывает, не чувствовали, что они не дотягивают до нас, чтобы они не чувствовали какую-то ущербность, понимаете, чтобы они чувствовали, что на самом деле о них заботятся, что мы, как бы, не смотрим на их положение, что они бедные, да, что у них нет куска хлеба. Мы не смотрим, они такие же братья и сестры для нас. Мало ли что бывает в жизни, да, и каждый человек проходит такие этапы в жизни, да, периоды в жизни. Поэтому это не должно стать вот такой точкой, да, вот камнем преткновения. Не должно. Это очень важно, дорогие братья и сестры. Поэтому церковь – это то место, где мы должны объединяться. Вот почему Бог говорит, что Он излил Дух Святой в наши сердца, в наши сердца. И Библия говорит, что мы должны прощать должников, как Христос простил нас. А как Христос простил нас, Он простил нас безвозмездно. То есть, другими словами, Бог не посмотрел или не смотрел на тяжесть греха. Какой грех мы совершили? Стоит его прощать или не стоит? Может быть, есть такие грехи, которые не стоит прощать, но Христос так не думает. Это люди часто так думают. Они говорят, что вот это мы можем простить, да, а вот это я простить Ему не могу. Почему? Потому что это слишком уж серьезный грех, поэтому простить Ему я не могу. Но это вот как раз таки и не по Писанию, понимаете? Как раз таки и это выносит раздор, да, и единство таким образом не созидается. Хорошо. Не созидается. Давайте еще одно место я хочу прочитать вам, да. Это послание Кремлина, 15 глава, 5 стих. О чем здесь говорится? Послание Кремлина, 15 глава. Послание Кремлина, 15 глава, 5 стих. Здесь говорится, Бог же терпения и утешения, да, дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Давайте мы прочтем с 4 стиха. Смотрите, да, вот здесь вот заголовок вот этого контекста у меня написан так. Верующие из язычников и евреев составляют единую церковь Христову. А все, что написано, было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения, да, дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Потому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Разумеет то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя Господи между язычниками и будут петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселись язычники с народом Его. И еще хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. Исайя также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на Него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира, веря, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Слава Богу! Смотрите, здесь Бог объединил язычников и евреев. Представляете, вот здесь вот заголовок этого контекста, он так и говорит, да? Он говорит о том, что Бог как бы объединил каждый, помогая брату по примеру Христа. Здесь вот говорится, верующие из язычников и евреев составляют единую церковь Христову. И здесь вот написано, да? Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, да? Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Принимайте друг друга, да? Видите? То есть везде в посланиях, где пишет апостол Павел, кто бы ни писал, да, они пишут о том, чтобы мы друг друга принимали, чтобы мы друг друга ценили, мы друг друга уважали, мы друг друга любили, да, и понимали, и сострадали друг другу, понимаете? И вот это все, то, что я перечислил, да, сейчас, да, все содействует к единству. На самом деле, для того, чтобы иметь единство, нужно просто уважать людей, нужно просто ценить людей. Если мы пренебрегаем людьми, если мы людей, как бы, ну, так, сквозь пальцы смотрим на людей, да, то мы никогда не сможем создать единство. С чем, с кем мы будем создавать единство? С самим собой? Как мы можем идти с этими людьми, если у нас нет отношения с этими людьми, если мы не можем построить отношения с человеком, как мы собираемся с ним идти или быть единодушны, или что-то совершить в единстве? Как правило, я видел такие ситуации, когда у людей просто нет единства, а если нет единства, то ничего совершить не могут. Ничего совершить не могут. Почему? Потому что для того, чтобы договориться, сделать что-то, нужно просто прийти к единому мнению. А если мы не можем прийти к единому мнению, то мы, соответственно, и сделать ничего не можем. Почему? Потому что сначала все это на уровне мыслей, на уровне единства, на уровне духа, а все остальное потом. А если у нас этого нету, то придет проблема. И знаете, единство откуда исходит? Единство исходит от каждого из нас. То есть каждый из нас должен понимать, что он источник единства. Я источник единства, ты источник единства. Понимаете? То есть когда мы ждем, что кто-то будет объединяться с нами, то это неправильный принцип. О Библии нигде об этом не говорится. Он говорит, что Библия говорит, если хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбным. Что посеет человек, то и пожнет. То есть инициатива принадлежит нам. То есть я должен это сделать. Я должен производить единство, воспроизводить единство. И если я способен это делать, то слава Богу, слава Богу. Поэтому каждый из нас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, он является источником единства. Поэтому мы должны проявлять единство и показывать единство людям. И если мы будем на самом деле уважительны, если мы будем оценить людей, уважать, любить, понимать, входить в положение людей, я уверен, что у нас будет единство. Я пастор с 20 с лишним лет. Я многое увидел, многое вижу в церкви. Я вижу, когда ты идешь навстречу человеку, когда ты готов за человека, допустим, там, служить, молиться за человека, послужить ему, просто посвятить ему свое время. То есть человек хочет взаимностью тебе отплатить. Понимаете? Это принцип такой. Человек хочет взаимностью от тебя отплатить в 10 раз больше, чем ты для него сделал. Понимаете? Отсюда начинается единство. Понимаете? До тех пор, пока мы не расположим человека к себе, пока мы не покажем любовь на деле, мы не сможем что-то требовать от людей. Не сможем. Почему? Потому что люди, они будут просто закрыты для нас. Поэтому для того, чтобы люди открывались, мы должны быть сами открыты. Мы должны сами начать служить. И вот служение начинается с нас. Поэтому послание к Ефесянам, 4 глава, 3-4 стих, о чем говорит? Старайтесь, так, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны в одной надежде вашего звания. Так верующие в Иисуса, сохраняя мир и единство, составляют церковь. Кто составляет церковь? Люди, которых отдадают мир и единство. Представляете? И вот здесь апостол Павел пишет, что «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, которым вы призваны». Смотрите, апостол Павел находится в тюрьме, узник, он говорит, что я узник, но я узник в Господе. И здесь он говорит, что я узник в Господе, в духовном смысле. «И умоляю вас поступать достойно звания, которым вы призваны, со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Вот этот стих ключевой, второй. «Со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг друга с любовью». Представляете? Когда человек уважительно относится к другому человеку, он снисходит ему, он сделал что-то такое, может быть, нехорошее, а ты не просто, чтобы попался, сделал, и сейчас мы расклеим везде, на каждой стеночке, что-то сделал. А вот ты с пониманием, мудро, снисходительно, что на самом деле любой человек может впасть в грех, любой человек может согрешить, любой человек может сделать ошибку. И вот когда ты с пониманием относишься, и у человека вырастают крылья, представляете? Когда ты не осуждаешь человека, а на самом деле, по-братски, поддерживаешь человека, что мы верующие люди. И наша главная задача, это, знаете, главная задача, это приобретать людей. Это не ранить людей, а наоборот, исцелять людей, наоборот, вселять в них мужество, понимаете? Вот это очень важно, потому что в церкви можно ранить человека, можно сказать какое-то гнилое слово, которое будет разрушать, а можно сказать доброе слово, которое на самом деле придаст силы, которое даст возможность одержать победу в данной ситуации. Слава Господу! Поэтому единство, как мы уже сказали, что оно исходит от меня, оно должно исходить от меня. И поэтому апостол Павел, он как бы дает здесь такие наставления, да? Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один дух, как и вы, призванные одной надеждой нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, один Отец всех, который над всеми и через всех, во всех нас. Слава Господу! Слава Господу! Это очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы на самом деле поступали так. И вот мы часто используем место Писания во время вечеря, это когда Евангелие Теана 13 глава, когда Христос перед вечерей, что сделал? Взял, припоясался и начал служить своим ученикам. Что он стал делать? Он стал служить своим ученикам. И ученики поначалу не поняли его, не поняли, что он делает. Но потом, когда Христос сказал, и сейчас не знаете, потом поймете, они все поняли. Вот на самом деле, любовь, она производит единство. Это главная, главная составляющая, которая находится внутри нашего сердца. Библия говорит, что Бог Духом Святым излил любовь в наши сердца. Если это любовь Божья, она есть в наших сердцах, то эта любовь, она будет производить единство. И вот Христос так возлюбил этот мир, и вот Он воспроизводил единство. И Он своим поведением, Он своими поступками доказал и показал, что как можно любить. И Библия говорит, что любовью служите друг другу. Слава Господу. Хорошо. Евангелие от Матфея, пятая глава. Смотрите, о чем здесь говорится. Евангелие от Матфея, пятая глава. Значит, 44-е, 44-е по 48-й стих. Смотрите, что здесь говорится. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу своему сходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете им любить любящих вас, какая вам награда, не то ли делают им мытари. А если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делать? Не так ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот здесь смотрите, очень интересное место Священного Писания. Казалось бы, это начало всех начал. Но часто мы как верующие, допустим, уже находясь в церкви долгое время, длительное время, мы никак не можем переступить через это. Мы никак не можем вот это разжевать и проглотить это. Понимаете? Потому что это очень сложный текст. Сложен он тем, что здесь говорится о нашей плоти. Здесь говорится о том, что каждый из нас должен себе сказать нет. Здесь вот говорится, смотрите, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот мы находимся в церкви и мы говорим, что у нас врагов нет. Ну, а Христос вообще-то планку такой поднял, да, если у нас врагов нет, то что нам не любить их? Здесь говорится, врагов надо любить, да, а у нас нет церкви врагов, значит, мы должны любить братьев, да, и сестер. Что происходит дальше, да, дальше говорится, да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми, посылает дочь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то ли делают мытарь. А знаете, что на самом деле человек так интересно устроен, он любит тех, кто любит его, да, вот, мы любим тех, кто любит нас, и нормально, это, казалось бы, это логично, правда, вот, ты меня любишь, и я тебя люблю, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, да, ты мне даешь взаймы, я тебе даю взаймы, такой какой-то взаимной такая любовь, да, правильно, с одной стороны, как будто это все правильно, но Христос в этом не видит ничего особенного, в принципе, он же не запрещает этого делать, вот, пожалуйста, люби любящих тебя, благотвори благотворящим тебя, да, но, дальше Христос говорит, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? То есть, какая нам награда за то, что мы любим тех, кто любит нас? Никакой, представляете, никакой, то есть Христос говорит, что награда, она дается только тогда, когда есть, через что переступить, да, и вот дальше он говорит, А если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли поступают и язычники? Что особенного? Ничего особенного нет. А и дальше он говорит, что и так будьте совершенны, как отец ваш совершен. Слава Богу. В чем совершенство? Совершенство в том, что мы научились любить ближних. Мы научились ценить ближних. Мы научились любить их не потому, что они нам нравятся, понимаете, вот так прям, да? А ценить потому, что это Божье дитя. Потому что церкви, если я нахожусь в церкви, я являюсь членом церкви, да? То я призван собирать, а не расточать. И Библия говорит, что кто со мной не собирает, тот расточает. Но я не смогу собирать до тех пор, пока не смогу любить ближних. Если у меня проблемы с ближними, то моя жизнь, она будет расточительной. Я буду расточать, и это очень-очень опасно. Хорошо. Слава Господу. Еще одно место, давайте я вам прочту. Это Первое послание Петра. Первое послание Петра. Третья глава. Третья глава, восьмой стих. О чем здесь говорится? Давайте, да, с восьмого стих. Наконец, будьте же, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно, мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и устасывай от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Хорошо. Слава Господу. Вот такое интересное место, где Петр в унисон с Павлом пишет. Он говорит о том, что «наконец будьте единомысленны, сострадательны». Сегодня мы говорим о том, как важно иметь одни мысли. Как важно быть в единстве. И вот все послание и Петра, и Павла, оно говорит нам о том, что «наконец будьте единомысленны». А как быть единомысленны? Сострадайте, любите, будьте милосердными, будьте дружелюбными, будьте смиренно мудрыми. Представляете? Вот что такое быть в единстве. Это значит чем-то поплатиться. Это значит сказать своему «я нет». Не воздавать злом за зло или ругательством за ругательством. А вот иногда бывает так, что, знаете, вот как-то… Вот была такая заповедь в Ветхом Завете, зуб за зуб, да? Глаз за глаз, да? И мы тогда говорим о том, ну, это заповедь, нет. Сейчас мы, этой заповеди нету там. Но на самом деле, в сути, часто мы видим, что эта заповедь, как бы, она используется многими людьми. Так, зуб за зуб, да? Ты мне сделал плохо, я тебе плохо. Ты мне там сделал подлость, и я тебе постараюсь сделать подлость. Но Библия говорит, не воздавай злом за злом. Может быть такое, что кто-то тебе сделает зло? Ну да, конечно, может быть. Ну, сделал человек зло. Но бывает, что человек не подумал. А может быть, еще не в таком духовном состоянии находится человек. Сделал тебе зло. И что? Нужно что сделать? Воздать ему зло? Нет. Библия говорит, не воздавай злом за злом, ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Хотим мы иметь добрые дни? Хотим мы, чтобы было все хорошо? Тогда мы должны научиться поступать так, как учит нас Христос. Это значит не воздавать злом за злом. Это значит быть сострадательным и милосердным. Всегда пытаться войти в положение человека. Всегда. Всегда. Потому что человек так интересно устроен. Поэтому входи в положение человека. Постарайся. Потому что это может стать еще одним шансом для того, чтобы человека спасти. Поэтому апостол Павел пишет, что я угождал всем во всем. Для чего? Для того, чтобы они спаслись. Слава Господу. Слава Господу. Филиппийцам 2.2. Давайте еще покажу вам одно место. Филиппийцам 2.2. Что здесь пишется? Пишет апостол Павел. Сейчас я вам покажу. Вторая глава. Второй стих. Но дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Да? Вот, пожалуйста, апостол Павел так же. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Видите, какое наставление, да? Не только о себе заботится, но каждый заботится и о других. А заботимся мы о других или нет? Вот это и есть единство. Потому что единство – это не просто слова. Единство – это конкретное действие. Единство – это зависит от каждого из нас. Единство из нас исходит. Поэтому, если мы ничего не будем делать ради того, чтобы было единство, а его и не будет. А кто будет созидать единство? Ну вот, ты не созидаешь, я не созидаю. Еще кто-то не созидает. И где его взять, это единство? Оно что, само по себе, что ли, придет? Поэтому единство созидаем мы. Поэтому каждый должен понять, проникнуться тем, что от меня зависит результат. Это не только пастор или только декана, служителя, которые ответственны за что-то. Они несут ответственность, и они созидают единство. А мы так просто как бы не единство, а от каждого. Знаете, я много раз в церкви замечал такие вещи, да? Когда человеку объясняешь такие вещи, как единство, они говорят, а, нет, нет, мы не понимаем, как это, что, чего-то. Но зато многие вещи, допустим, плацкие, они могут делать, например. Ну, из-под тяжка могут человеку сказать какую-то вещь нехорошую. Человек раз, ушел из церкви. А ты потом думаешь, а куда этот человек делся? А потом выясняется, что оказывается, кто-то там решил воспитать человека, да? Не имея на то никаких полномочий. Раз, сказал, допустим, обидел человека, человек ушел. Понимаете? Вот что происходит часто. Поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, должны быть осторожны. Ничего не делать по любоприемию или по тщеславию. Тщеславие – гордость, да? Тщеславный человек, да? Так, гордость в показной форме, да? Ничего не делать по тщеславию, но, дальше говорится, но по смиренно-мудрию, почитайте один другого в высшем себя, да? Вот это вот, наверное, ключевое слово, ключевой момент. Почитайте один другого в высшем себя. Не имеет значения, кто находится рядом с тобой. Может быть, человек, который месяц только ходит в церковь, почитай его в высшем себя. Это очень важно. Это очень-очень важно. Это показатель, это показатель нашей духовности. Поэтому, если мы сегодня не можем этого сделать, задай себе вопрос. Это показатель нашей духовности. Не стыдно просить прощения, не стыдно уважать людей, не стыдно людей почитать. Понимаете? Вот стыдно, когда этого всего нет. Вот это стыдно, да? Поэтому пусть Бог благословит нас, да? Поэтому единство – это очень важная вещь, да? Поэтому мы должны с вами позаботиться, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, да? О единстве. Чтобы единство, да? Оно как бы проистекало через нас. Оно выходило от нас. И мы несем ответственность за единство. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы на самом деле, да? Едиными устами, да? Славили Господа, да? И понимали и осознавали, что от каждого из нас зависит результат. Поэтому насколько мы готовы созидать единство, настолько оно и будет создано. А если мы не готовы созидать единство, значит, единства никакого и не будет. Поэтому давайте вместе с вами, дорогие братья и сестры, будем созидать единство. А это значит, будем любить, будем ценить, будем уважать, будем почитать один другого высшим себя, да? И тогда единство, оно придет. Слава Господу! Пусть Бог благословит. Хотел бы помолиться, да? Чтобы на самом деле вот это единство, оно сегодня как бы, ну, зародилось, может быть, в вашем сердце. Хорошо? Давайте помолимся. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за этот вечер, за эту возможность, за этот день быть вместе, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господи, благослови, Отец, Слово. Пусть оно западет в сердце, пусть оно принесет много-много плода и добудет имя Твое благословенное и прославленное. За все благодарим Тебя. Прославься, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Благословения! Всего Вам доброго! До следующей встречи! Аминь.